За минувшие 7 дней в Ак-Тубе подорожали капуста, морковь и куриные яйца. В Ак-Тубе стартовал средний ремонт дороги перед мостом на Желянку и Заречный. В Ак-Тубе сегодня открылось консульство Республики Польши. Офис будет работать не только для жителей Ак-Тубинского региона, но и соседних областей. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Факт-студия». Работает Ирина Черней. За минувшие 7 дней в Ак-Тубе подорожали капуста, морковь и куриные яйца. В областном департаменте статистики зафиксировали средний показатель подорожания в 1,2%. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары по городу Ак-Тубе за неделю наблюдалось повышение цен. Это на морковь 1,7%, на яйца 1,2% и на капусту на 1%. Также наблюдалось снижение цен. Это на крупу гречную 3,9%, на части курицы 1,4% и на рожки 0,3%. В Ак-Тубе стартовал средний ремонт дороги перед мостом на Желянку и Заречной со стороны этих жилых массивов. На сегодня подрядчики сняли старое асфальтовое покрытие по полосе движения в сторону города. Подрядной организацией является компания «Атарау Инжстрой Айс», сообщили сегодня в городском Экимате. Начали ремонт по улице Мухаммед-Салык-Вабажанова или по-старому верхняя трасса Заречной. Планируем завершить ее ремонт к октябрю. Всего нам по договору нужно отремонтировать 15 улиц по городу. На это было выделено 6,9 миллиардов тенге. Пик транспортной нагрузки на данную дорогу приходится на утро и вечер. И сегодняшним утром значительных пробок из-за ремонта здесь не наблюдалось. В штатном режиме продолжают работать светофоры. В пресс-службе Акимата сообщили, что во время ремонта подрядчики будут перекрывать дорогу не полностью, а только по порядку. По одной полосе всего подрядчики из «Атарау Инжстрой Айс» по договору должны в этом году отремонтировать 15 улиц. Общая протяженность от ремонтируемых участков более 2 километров. Все ремонты средней категории заключили в Акимате Ак-Тубе. В Ак-Тубе сегодня открылось консульство Республики Польши. Офис будет работать не только для жителей Актюбинского региона, но и соседних областей. Поддержка бизнеса, образования, туризма и еще много разных интересных целей есть у консульства Польши, которое сегодняшний день открылось в нашем городе. Его преимущество в том, что оно будет работать сразу на 4 региона, включая наш Атрауский, Западно-Казахстанский и Мангосталовский. Я очень рад приехать в Ак-Тубе. Мы налаживаем прочные сотрудничества в сфере бизнеса и образования в других сферах. Хочется, чтобы открылись возможности не только для предпринимателей, но и для студентов. Молодежь сможет обучаться за границей. Планируется обмен студентами и еще ряд планов. Почетным гостем торжественного открытия стал генеральный консул Республики Польши в городе Алматы Иосиф Томановский. Он отметил гостеприимную атмосферу Казахстана и подчеркнул, что важно гражданам давать возможность обучаться за рубежом без препятствий. Офис консульства Республики Польши в Ак-Тубе расположен по адресу Промзона 180. Люди смогут проконсультироваться там по поводу визы, узнать об условиях оформления документов и осуществить свои мечты учебы, работы или путешествия за границу. Тамерис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». 369 миллионов цинге – такова текущая общая сумма долга по транспортному налогу в нашем городе. По данным Департамента госдоходов, задолженность имеется у 3,5 тысяч горожан. В этой связи полицейские начинают проводить рейды на дорогах с использованием системы автоураган. Сегодня они дежурили на проспекте Абулхайрхада рядом с мечетью Нургасыр. С ними вместе в рейд вышли и сотрудники налоговой службы. Налог на транспорт за 2023 год актюбинцы должны были уплатить до 1 апреля текущего года. 1 июня судебные приставы получили приказ принудительно взыскивать долги. И тех, с кого взыскивать достаточно – 3,5 тысячи горожан до сих пор не заплатили налог на свой автомобиль. В совместной Департаменте полиции и региональной палаты частных судебных исполнителей ведутся рейдовые мероприятия, направленные на взыскание задолженности с физических лиц. Рейдовой группой проводится работа по взысканию задолженностей вплоть до водворения автомашины на штрафстоянку. По избежанию негативных последствий рекомендуется в случае наличия задолженности по налогам добровольно погасить задолженность. Есть долги у актюбинцев и по другим видам налогов. В частности, некоторые до сих пор не предоставили отчет об активах и обязательствах за 2023 год. Сотрудники Департамента госдоходов напомнили, что в этом году начинается третий этап вселобщего декларирования. А за минувший год декларацию по 250-й форме должны были сдать сотрудники квази-государственного сектора. Влад Рогушев, программа «Факт». Жители города Эмба мучаются в старом многоквартирном доме. 89 квартир были даны людям в качестве государственной помощи, но он обветшал и в дождливую погоду дом заливает водой. Кругом вода, отсыревшие стены и потолоки, отсутствие электричества. Так сейчас выглядит многоквартирный дом в Эмбе, в котором живут люди из социально уязвимых слоев населения. Они получали квартиры, начиная с 2021 года. В этом году здесь был запланирован ремонт, но проблемная ситуация не решается уже полмесяца. Этот дом мы получили в 2023-м. Здесь живут многодетные семьи, матери, одиночки, сироты, инвалиды. С 4 июня должен был быть начат ремонт, но только привезли инструменты, материалы и все. Строительная компания молчит, звонили в ЖКХ, но тоже не помогли. Сказали лишь, что с компанией судятся. А мы просим, чтобы строительная компания все восстановила и сделала ремонт. Подрядная компания таки не начала ремонт. В время дождей люди спасались, чем могли. Подставляли тазики, ведра, старались беречь проводку от замыкания. Будет делаться ремонт в доме, потолок протекал в двух квартирах. Был суд с подрядчиками. По решению суда было постановлено исправить все недочеты и перекрыть крышу по нормативам. Когда подрядчик начал работу, то пошел дождь. Работы будут продолжены. В районном отделе ЖКХ отметили, что строительная компания обязана продолжить работу. Костак сообщает, полиция выставила блокпосты и взяла под охрану стратегические и религиозные объекты. К саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Астане сообщил первый вице-министр внутренних дел Марат Кожаев. По его словам, на усиление оброшен весь личный состав столичного гарнизона. И охрану правопорядка будут обеспечивать до 8 тысяч полицейских. При этом он подчеркнул, что данные меры не предполагают запрета на въезд в город. А также отверг версию о том, что из столицы могут вывезти лиц без определенного места жительства. Напомним, саммит глав стран ШОС пройдет в Астане 3-4 июля. Костак передает, четверо погибли после наезда на дерево в Алматы. Водитель автомашины Марки Лада, следуя вдоль Большого Алматинского канала, не справился с управлением. Выехал на обочину дороги и допустил наезд на дерево, говорится в сообщении. Водители трое пассажиров скончались на месте. Еще один пассажир с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города. Возбуждено уголовное дело. Костак передает, полиция установила всех участников перестрелки со смертельным исходом в Кунаеве. Все участники конфликта установлены. Сейчас проводятся меры по задержанию, сообщил в кулуарах Сената первый вице-министр внутренних дел Марат Кожаев. Он уточнил, что в результате конфликта в больницу поступило два человека с признаками огнестрельных ранений. Один, к сожалению, скончался, сказал Кожаев. Костак передает, уголовное дело возбуждено по факту отравления десятков детей в частном детском саду в Туркестанской области. После завтрака в частном детском саду на больничных койках оказались 34 ребенка. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали скорую помощь. 15 детей осмотрели врачи и направили на амбулаторное лечение. Еще 16 госпитализированы в инфекционное отделение. Трое остаются в реанимации, говорится в сообщении. В настоящее время трое пациентов находятся в больнице, трое пациентов находятся в инфекционном отделении. Состояние остальных трех младенцев стабильное, они получают лечение. По предварительным данным, на завтрак все пострадавшие ели кашу, на обед у них был суп. Что именно стало причиной массового отравления, сейчас выясняют санэпидемиологи. Костак передает, приговор Конды Кабишимбаева оставили без изменений. Приговор оставить без изменения. Апелляционные жалобы их адвокатов и защитников без удовлетворения. Постановила апелляционная коллегия суда Астаны. Напомним, в ноябре 2023 года была жестоко убита Салтанат Нукенова. Виновным суд признал ее гражданского мужа, экс-министра нацэкономики Конды Кабишимбаева. И осудил его к 24 годам тюрьмы. Директора гастроцентра Бахаджана Байжанова, родственника их чиновника, суд признал виновным по статье «Укрывательство преступления» и приговорил к 4 годам заключения. Костак сообщает. Четверо задержаны по подозрению в пропаганде терроризма в Туркестанской области, сообщает Пресс-служба Комитета национальной безопасности. 26 июня в Туркестанской области КНБ во взаимодействии с Министерством внутренних дел по подозрению в пропаганде терроризма задержаны четверо граждан Казахстана. По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где вероятный был вовлечен в радикальную религиозную идеологию. В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства, говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело. Костак передает. Референдум по строительству атомной электростанции проведут этой осенью в Казахстане, сообщил президент Касымжумар Тукаев. Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе, сказал Тукаев на торжественной церемонии по вручению. Сказал Тукаев на торжественной церемонии по случаю награждения работников средств массовой информации. Он считает, что в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Более 1,8 миллиона гектара обработали против саранчи в Казахстане, передает Костак. По данным специалистов, эффективность применяемых препаратов составляет 85%. В Актюбинской области защитные мероприятия против итальянского прусса и азиатской саранчи проводятся во всех 12 районах. На сегодняшний день из 784 тысяч гектар запланированных к обработке работы завершены на 540 тысячах гектар. Задействованы 74 единицы техники, сказано в сообщении. Костак сообщает, запрет на тонировку лобовых стекол автомобилей могут отменить в Казахстане. В частности, полиция изучит влияние тонировки на безопасность дорожного движения и ситуацию с общественным порядком. Костак сообщает, президент Касымжумар Тукаев поздравил журналистов Казахстана с Днем работников средств массовой информации, сообщает пресс-служба Аккорды. Престиж вашей специальности связан с тем, что журналисты призваны быть поборниками истины и справедливости. Поэтому профессионалы сферы медиа неизменно пользуются большим уважением. В конечном счете и государство, и журналисты служат народу, оказывают влияние на жизнь страны. У нас общая цель – построение справедливого Казахстана, страны равных возможностей для всех. Выражаю искреннюю признательность специалистам масс-медиа за их непростую работу, сказал Тукаев на торжественной церемонии. После рекламы смотрите следующие сюжеты. Сегодня отмечается Всемирный день рыболовства. Этот промысел популярен и в Акцюбинском регионе. Акцюбинские общественники проверяют деятельность пришкольных и загородных лагерей. Сегодня стартовал 24-й чемпионат Казахстана по судомодельному спорту. Турнир проходит на реке Создам. Турнир проходит на реке Создам. АВИА СЕЙЛСКИЙ ЗЭТ ОРЗА НАЮБИЛЕТИРЕН СДЮЖЮСЯ Культура начинается с чистоты, а чистота начинается с выбора. Присоединяясь к общенациональной акции «ТАЗА КАЗАХСТАН», вы делаете выбор в пользу природы. Ведь вклад в чистый Казахстан – долг каждого из нас. «ТАЗА КАЗАХСТАН» – это наш выбор. «ТАЗА КАЗАХСТАН» – это наше будущее. «ТАЗА КАЗАХСТАН» – начни с себя, вдохнови других. «Авиасейлз КЗ» – поиск дешевых авиабилетов. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм при просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Сегодня отмечается Всемирный день рыболовства. Этот промысел популярен и в Актюбинском регионе. С 2005 года, ежегодно, 27 июня, отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлено в решении международной конференции по регулированию и развитию рыболовства. Рыболовство – это один из самых древних видов правопользования. Любительское спортивное рыболовство осуществляется физическими лицами в целях удовлетворения спортивных и эстетических потребностей, проведения спортивных состязаний, а также для личного потребления, выливанной продукции, осуществляемой орудием лова, позволяющей производить только поштучный лов. Промысловое рыболовство осуществляется субъектами предпринимательства и включает в себя комплексный процесс, обеспечивающий взятие рыбных ресурсов и других водных животных и средообитания. В рыбном хозяйстве Казахстана на сегодняшний день работают более 12 тысяч человек. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, объем продукции мирового промышленного рыболовства ежегодно составляет около 90 миллионов тонн. Из них вылов в морях составляет примерно 90%, а остальное – это добыча рыбы на внутренних водоемах. Октябрьские общественники проверяют деятельность пришкольных и загородных лагерей. Претензий по обеспечению детей веселым досугом у инспекторов пока нет, но есть проблемы с документацией в некоторых лагерях. В частности, некоторые руководители не в полной мере ведут учет работников, не составляют полноценную базу данных учащихся, рассказали сегодня общественники. Сегодня второй день проверок детских, пришкольных и загородных лагерей общественниками. Первый обход был еще в начале июня. Сегодня вторым потоком инспекторы собирались проверить 34 объекта. Один из них – пришкольный лагерь при средней школе-саде «Массива-Заречный-1». Члены общественного совета Октябинской области, их эксперты и управление образования Октябинской области, Центр УРЛИУ, ЧАЭС совместно сейчас, в данное время, проводят мониторинг. В плане обеспечения детей веселым досугом нареканий у общественников пока нет. Проверяется также и наличие камер видеонаблюдения, ограждений, работа душевых, столовых и прачечных. По этим пунктам нареканий тоже нет, но есть проблема с документацией на некоторых объектах. В частности, не в полной мере ведется учет работников или же нет полноценной базы данных учащихся. А это значит, что при допуске на работу может не учитываться психическое состояние воспитателя или охранника, их квалификация и прочее, что противоречит правилам. Влад Рогушев, программа «Факт». С помощью высокотехнологичных роботов сегодня оказывали первую медпомощь многопрофильной областной детской больнице. Здесь прошел мастер-класс российских врачей, которые продемонстрировали казахстанским коллегам работу с такими роботами, как PD-7, BBC и Кроха Павлик. С их помощью медики отработали сценарий по оказанию экстренной медицинской помощи в критической ситуации. Сегодня у нас начинается практический мастер-класс, посвященный высокореалистичной симуляции у новорожденных и недоношенных детей, а также в педиатрической практике. Это дети от года до условно 8 лет. Мастер-классы проходили в детском симуляционном центре медицинского университета имени Аспанова, который базируется в областной детской больнице. Практическая демонстрация высокотехнологичных роботов включила в себя также и видеотрансляцию для участников, командный тренинг и дебрифинг. В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав больницы, врачи-неанатологи и педиатры. Мероприятие будет проводиться три дня, сообщили в пресс-службе медицинского университета. Областной департамент по чрезвычайным ситуациям поздравил представителей СМИ с наступающим профессиональным праздником. В честь этого спасатели организовали соревнования, в которых участвовали журналисты телевидения и газет. Тяжелые огнетушители, массивные костюмы, настоящий огонь. Так сегодня проходили праздничные соревнования с участием журналистов. Работники средств массовой информации взаимодействуют со спасателями круглый год. Вместе мы пережили трудности паводка, бураны, степные пожары и еще ряд тревожных моментов. Освещать работу спасателей – это одно, а вот побывать на их месте в их обычный рабочий день труднее. Это стало доброй традицией в канун нашего праздника проходить различные испытания совместно с бойцами службы ДЧС. И каждый год они проводят вот такие мероприятия для того, чтобы понять хотя бы частичку работы наших спасателей. И благодарим за то, что мы почувствовали сегодня. Пытались, по крайней мере, пытались потушить огонь. Первое задание включало одевание защитного костюма на время. Ребятам пришлось застегивать комбинезон, куртку и пояс. Далее нужно было взять огнетушитель и бежать на место возгорания, чтобы его потушить. В некоторых моментах участникам помогали лики сами спасатели, так как это по-настоящему трудная задача. В завершении мероприятия журналистов поздравили с профессиональным праздником и поблагодарили за их вклад в общественную жизнь нашего региона. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня стартовал 24-й чемпионат Казахстана по судомодельному спорту. Команды из 13 областей нашей страны, Узбекистана и Российской Федерации представят модели судов на открытой воде. Чемпионат проходит на реке Сазда. Классов примерно моделей около 25-27. Разные всевозможные и скоростные модели, и копии моделей будут радиоуправляемые. И самое зрелищное – это класс яхты, радиоуправляемые яхты большие. Планируется, что будут принимать участие около 150 учеников со всего Казахстана, в том числе из Актюбинской области порядка около 25 человек. Ну, совместно с зарубежными командами в общей сложности, ну, как я уже и говорил, где-то порядка около 150 человек. Чемпионат проходит под эгидой гимназиады школьников и этапа Кубка Содружества. По судомодельному спорту его участники представят стендовые модели, являющиеся точными копиями настоящих кораблей, и примут участие в гонках скоростных радиоуправляемых моделей. В местном проведении чемпионата выбрана акватория реки Созда. Для участников состязаний разбит палаточный лагерь, и на всем протяжении чемпионата здесь будут нести дежурство медики и спасатели. Награждение призеров и торжественное закрытие соревнований состоится 2 июля. На Евро 2024 определились все участники раунда «Плей-офф». Борьбу за трофей продолжат 16 сборных из 24. После завершения группового этапа суперкомпьютер сменил фаворита турнира. Проходящего в Германии сообщает Вести Киезет. По данным Опта, наибольшие шансы на победу имеют финалисты прошлого континентального первенства сборной Англии. Так, вероятность триумфа подопечных Гарретом Саутгейта оценивается в 19,12%. А в тройку фаворитов также вошли сборные Германии и Испании, которые могут встретиться между собой уже в четвертьфинале. Их шансы на чемпионство 16,09% и 15,41%. Соответственно, сборная Франции, которая считалась фаворитом перед заключительным туром группового этапа Евро 2024, опустилась на четвертое место в списке претендентов. При этом искусственный интеллект высчитал достаточно маленький процент вероятности того, что действующие чемпионы Европы защитят Сиевтул. Так, шансы Италии на победу 4,46%, а меньше всего же суперкомпьютер верит в триумф сборной Грузии. На улице лето, а у нас минус 70. Мебель со скидкой до 70% на грандиозные распродажи в салоне «Диван-Диваныч». Гостиные, спальни, мягкая мебель, столы и стулья, офисная мебель, производства ведущих фабрик России и Беларуси. И со скидкой до 70%. Только летом в салоне «Диван-Диваныч». Спешите купить качество с выгодой. Ждем вас с 9 до 18.00 без перерывов и выходных. Теперь по новому адресу. Проспект Кенесонокина, 14А. На завтрак, на обед и ужин. Какой бы вкус вам ни был нужен, из всех столовых «Октюбе» выбирайте «Коктюбе». Хоть для взрослых, хоть для ляль, вся еда у нас халяль. Для гурмана просто рай. Восемь горячих выбирай. Европейской и восточной, и домашней кухни точно. Чай или компот в подарок. И парковка без запарок. Ждем вас с 9 утра до 10 вечера. И сам увидишь, как тебе еда и цены в «Коктюбе». Улица Улиханова, 35. Вход через ретропарк или кинотеатр «Локомотив». Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн. На сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение. Верное решение. Звоните 220-250-222-300.